сегодня в истории интернет русских шашек произошло крупное обновление на одном из самых популярных статюточных сайтов и драсс появился режим русские шашки и сегодня мы поговорим про это расскажем про преимущество и положительные стороны как вы видите я уже на сайте ссылочка на сайт будет в описании либо вы в поиске вводите лидраут точка.орг гугл или яндекс как вам угодно вы попадаете на эту страничку вот у вас включает белый фон мой совет сразу нажимать кнопочку войти и регистрируйся сейчас расскажу почему вы можете играть и без входа без регистрации создавать игру с компьютером но эти партии не будут сохраняться на сайте они будут как анонимные так же вы когда аноним не можете играть в турнире мы про это покажем дальше так нажимаем на кнопочку войти попадаем вот в это окошко дальше нажимаем регистрация и попадаем сюда регистрируемся так я уже зарегистрировался вот нас встречает такой вот окно мой совет сразу заходим на окошко инструменты анализировать партию попадаем вот в такое окно ничего не понимаю тут у нас по стандарту открыты стаблеточные шашки тут нажимаем на русские шашки вот нас встречает доска шашки я думаю что многих может не устроить данная доска или вид шашек поэтому нажимаем на вот эту вот кнопочку профиля здесь у нас встречаются окошки иконки такие вот у нас есть язык который вам удобен будет звук я поставил на минимум чтоб не мешал дальше у нас есть кнопочка фон без света темные прозрачные ну я использую фокс кнопки прозрачные вы можете использовать любую фотографию которую вы захотите я одеваю свой волшебный шапка невидимка ты меня видишь нет вот и все а сейчас нет я использую черный видор размер доски вы также можете выбирать на доске а также можете в настройку это более точно размер я ставлю 100% обычно дальше оформление доски у нас тут большой выбор какой вам удобен я ставлю такой более нейтральный дальше у нас оформление фигур тут к сожалению нет выбора цвета но есть выбор как выглядят ваши шашки на мой взгляд самый удобный вот лично для меня черно-белый стандартный мы сделали настройку но как мы видим тут стоят цифры какие то кто это покемон это не стандартная аннотация для шашек мы нажимаем опять на профиль настройки и попадаем вот в это окошко для настроек это внешний вид внимание давайте поговорим о внешнем виде хорошо многие из вас одеты как придурки опускаем вниз у нас есть кнопочка координат 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 Как мы видим, у нас появились буквы. Для некоторых может быть удобно будет поставить координаты внутри доски. Всем привет! Сегодня я расскажу вам простой и доступный способ определения географических координат. Когда мы обновляем стоимость кворк, у нас уже нотация прямо внутри доски. Закончили настройку твоих шашек. Переходим обратно. Главное окно. Получается у нас есть кнопочка. Главное окно. Сам сайт. Нас тут встречает игра, обучение, просмотр сообщества инструмента. Дальше мы проиграли. Игра. Вы можете создавать игру. А вы кем себя считаете? Создателем. Как бы поиск, обычный. Допустим, гураш. Ставите любой контроль, который вам удобно. Сколько минут на фактике, сколько добавлений. Рейтинговое, тонарическое. Выбор цвета. Выбор рейтинга, который вам более нужен. Игра. Так. Ну, просто турнир. Я думаю, одна из самых важных на этом сайте. Вы переходите в турнир. У нас тут половременно. Вот это блиц 2 плюс 1, 3 плюс 2 и это все 100 клеток. Для русских шашек есть специальная эмблема вот такая вот. Вот через буквально пару минут начинается турнир «Русские шашки». Вы нажимаете на него. Нажимаете «Участвовать». Тут написано «Контроль». Если не написано ничего про «No berserk», следовательно, есть кнопочка «Berserk», но про это мы похожи скажем. Допустим, прошел турнир, и вы хотите посмотреть партию. Вы нажимаете на человека, которого вы хотите посмотреть, допустим, победителя. Нажимаете на партию и переходите уже в окошко партии. Дальше вы можете видеть треть партии. Вы можете ходить как-нибудь по-другому, анализировать, как было бы, если бы по-другому пошли и так далее. Дальше сеанс одновременно на игре. Это одно из преимуществ, наверное, этого сайта. Вы можете создавать сеансы и участвовать. Например, создать новый сеанс. Вы пишите, кто вы, ставите игру, в которую вы хотите играть, допустим, «Русские шашки». Контроль, с которым вы хотите играть, сколько секунд добавляется. Дополнительное время для представителя, который дает сеанс. Каким цветом хотите сыграть. И про себя, про сеанс. Так, возвращаемся на главное окно. Обучение. Тут у нас есть задачи, координаты, студия, варианты. Нажимаем «Задачи». К сожалению, пока что тут доступны только стаклеточные приспанские шашки. Но, насколько я знаю, совсем скоро уже введут русские шашки. Уже подготовлено 50-15 для вас. Так, что в скором времени сайт будет обновляться. Координаты – это для 100 клеток. Друзья, тут вы можете рассматривать любые тренировки. Допустим, тренер вам устраивает какую-то тренировку. Вот, нажимаете плюсик. И тут настраиваете все. Думаю, что мы сделаем все. Так, вот. «Rose and Revenge». Нажимаем «Русские шашки». Тут про правила. «Просмотр». В этом окне вы можете смотреть, кто играет. Допустим, вот «Русские шашки». Кто играет. И тут самую рейтинговую игру будет показывать. Пока что только обновились. Вот, пару часов назад. Еще никого нет в шоковых рейтингах. Так что, возможно, тут не самых сильнейших пока что будет. Но со временем пока будет показывать самых сильнейших. Дальше это у нас уже предыдущая шашка. Вот, одно окошко для русских шашек есть. Опять же, иконка для русских шашек. Текущая партия. Это вы также можете смотреть на самую сильную, а сколько есть партий. Ну, ближайших там 10-15 партий. Смотрим. 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 А вот что. Здесь вы можете смотреть лучших игроков в том или ином виде шашек. В русский шашек. Как я уже сказал. Еще не обновился рейтинг. Вот, надо только своим добавить. Так что ждем рейтинг. Клубы. Здесь вы можете создавать клуб. А вы кем себя считаете? Создателем. Например, если вы хотите провести турнир, как раз это для организаторов. Создаете клуб. Для вступления требуется подтверждение. Добавляйте тех, кто должен сыграть. И потом создаете турнир. Вот, допустим, турнир создаете. Вот, создать турнир. И вы ставите, что допустим, не начально. Так. Русские шашки. Ставим. Вот у нас добавлена таблица FNJD. Насколько я знаю, потом будет добавлена таблица IDF. Вот. Все партии, все позиции добавлены. Создаете, чтобы турнир был только клубный. Выбираете время. Нужен Лидерсерк. И создаете. Турниры идут не по турам, а по времени. На ограниченном времени. Допустим, вот этот турнир на час. И в турнир можно присоединиться хоть через 30 минут, хоть через 40, но за пару минут, за пару секунд уже нельзя будет играть, потому что время закончится. Если вы закончили партию после окончания времена, она не идет в общий за счет турнира. В принципе логично. Так. Форум. Понятно. Обсуждение. Обновление. Так. Инструмент. Анализировать партию. Так. Опять же мы возвращаемся сюда. Здесь вы можете сами надвигать партию, либо вставить в WebM формате. Так. Редактор под доски. Вот. Я думаю это очень важная функция. Мы, получается, нажимаем на русские шашки. Нажимаем на редактор доски. И тут у нас есть все дебюты. Вы можете нажимать. Нажимать. Анализировать партию. И спокойно двигать. Импортировать игру. Это также в WebM формате можно вставить. В режиме расширенном поиске вы можете поставить, допустим, в русские шашки. Время, за которое всегда нужно нажать поиск. Чтобы расправляются все партии, которые сегодня в ближайшее время. Так. Дальше у нас есть кнопочка лупа. Здесь вы можете искать каких-то определенных игроков. Допустим, если вы играете турнир, в котором есть никнейм. Но вы играете онлайн через вибрацию. Вы вводите такой степень никнейм. Заходите на профиль. Нажимаете вызвать на игру. Какие шашки вы хотите сыграть. Время, которое установлено на турнире. И рейтинг. Обычно ставить товарищеское и цвет. Если хотите с черным, черным. Нажимаете белым, белым. Если любым, то случайный цвет. Так же тут у вас могут быть приглашения на игру. Тут у вас уведомления, сообщения. Тут профиль. Профиль можете вставлять дополнительную информацию. Смотреть игры на других участниках. Что еще хотелось бы рассказать. Ну, например, про преимущества на доске. Вот у вас весь позиция. Так, давайте. Русские шашки поставим. Весь позиция. Можете, допустим, клавишей Shift плюс левая кнопка мыши сделать зеленый крыжочек. Ну и глупый же ты зеленый. Плюс правая кнопка мышка и красный крыжочек. Так же. Красная с левой шашки. Плюс правая кнопка мышка в сторону. И если хотите вы ставить то же самое зеленый, то левая кнопка мышка. Зеленый можно так же просто без шерта правая кнопка мышка делать. Так же. В случае, если вы как-то анализируете позицию или решаете комбинацию, по стандарту у вас стоит, что вам надо бить вот так. Делать деньги? Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но в настройках, зайдем в настройки, в управление в игре, вы можете поставить All At Once, что, допустим, у вас получилась такая же позиция. И вы можете сразу туда выбить. Но это только в режиме анализа и решении комбинации. Также вы можете поддержать сайт на Libras, что вам даст определенную кнопку. И, в принципе, отблагодарить людей, которые занимаются сайтом. Так же в описании мы оставим ссылочку на сбор денег для сайта. Это организовано сайтом. Так и в качестве благодарности за то, что они ввели русские шашки, за то, что вы проделали такую работу. И так же это будет сбор денег на то, чтобы внедрить программу по русским шашкам, которая будет сразу анализировать парцию. Ну и, в принципе, для развития шашек. Возможно, вскоре появятся другие виды шашек на малой доске. Всем спасибо за просмотр. Заходите в описание. Кому что не жалко, отблагодарите. От одного рубля по моему. Или от десяти точно не могу сказать. Я думаю, создателям будет приятно. Большую работу в организации этого режима на данном сайте провел Александр Крупко. Ему отдельную благодарность. Кто? Его телеграм-канал мы оставим в описании. Он занимается сейчас комбинациями. Возможно, вы захотите помочь ему. Ну, в принципе, спасибо за просмотр. Заходите на сайт и участвуйте. Добро пожаловать к нам в класс.